Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Виталий Синельников. Это проект Умный Медик, и сегодня мы разберем бедренную артерию и ее ветви. Видео создано при поддержке сайта meduniver.com Обозначим седалищную, лобковую и бедренную кости. Границей перехода наружной подвздошной артерии в бедренную является верхняя ветвь лобковой кости, либо же паховая связка, идущая от передней верхней ости седалищной кости до лобкового бугорка. Бедренная артерия, артерия фемуралис, проходит под паховой связкой через сосудистую лакуну, латеральные одноименные вены, следует по подвздошной гребенчатой борозде вниз. Кровоснабжает бедренную кость, кожу и мышцы бедра, кожу передней брюшной стенки, наружные половые органы, тазобедренные и коленные суставы. Итак, разберем ветви бедренной артерии. Поверхостная начеревная артерия, артерия эпигастрика суперфициалис, проходит через решетчатую фасцию на переднюю поверхность бедра. Затем направляется вверх на переднюю стенку живота, где кровоснабжает нижний отдел апаневроза наружной косой мышцы живота, подкожную клетчатку и кожу. Поверхостная артерия, огибающая подвздошную кость, артерия циркумфлекса илиака суперфициалис. Идет в латеральном направлении параллельно паховой связке к верхней передней подвздошной ости. Разделяется в прилежащих мышцах и коже. Анастомизируется артерия циркумфлекса илиум профунда от наружной подвздошной артерии. Наружные половые артерии, артерия пудендия экстерная, в количестве двух выходят через подкожную щель. Глубокая артерия бедра, артерия профунда фемуралис, самая крупная ветвь бедренной артерии. Отходит от ее задней полукружности на 3-4 см ниже паховой связки. Затем следует латерально, между приводящей и медиальной широкой мышцами на заднюю сторону бедра. Глубокая артерия бедра отдает ряд ветвей. Латеральная артерия, огибающая бедренную кость. Артерия циркумфлекса фемурис латералис. Крупный ствол отходит от наружной стенки глубокой артерии бедра почти у самого ее начала. Идет кнаружи впереди подвздошной поясничной мышцы, позади портняжной мышцы и прямой мышцы бедра. Подойдя к большому вверху бедренной кости, разделяется на ветви. Восходящая ветвь. Рамус Асценденс идет вверх к наружу, залегая под мышцей, натягивающей широкую фасцию, и средней ягодичной мышцей. Краснабжает вышеуказанные мышцы и анастомизирует цветами ягодичных артерий. Нисходящая ветвь. Рамус Дасценденс. Более мощная, чем предыдущая. Залегает под прямой мышцей бедра, затем спускается по борозде между промежуточной и латеральной широкими мышцами бедра. Краснабжает такие мышцы. Достигнув области колена, анастомизирует цветами под коленой артерии. На своем пути краснабжает головки четырехглавой мышцы бедра и отдает ветви к коже бедра. Поперечная ветвь. Рамус Трансверсус. Представляет собой небольшой стволик, направляющийся латерально, краснабжает максимальную часть прямой мышцы бедра и латеральную широкую мышцу бедра. Медиальная артерия, огибающая бедренную кость. Артерия Циркуфлексов Файморис Медиалис. Следует медиально, огибая шейку бедра. От медиальной артерии, огибающей бедренную кость, отходят следующие ветви. Восходящая ветвь. Рамус Асценденс. Представляет собой небольшой стволик, направляющийся вверх и кнутри, разветляясь, подходит к гербенчатой мышце и максимальной части длинной приводящей мышцы. Ветвь вертлужной впадины. Рамус Асценбулярис. Тонкая артерия, анастомизирует цветами других артерий, краснабжающих тазобедренный сустав. Нисходящая ветвь. Рамус Асценденс. Тонкий стволик, направляется вниз и медиально по поверхности гербенчатой мышцы. И проникая между ней и длинной приводящей мышцей, идет между длинной и короткой приводящими мышцами. Прободающие артерии. Артерия Перфоранденс. В количестве трех отходит от глубокой артерии бедра на различном уровне и проходит на заднюю поверхность бедра у самой линии прикрепления к бедренной кости приводящих мышц. Первая прободающая артерия начинается на уровне нижнего края гербенчатой мышцы. Вторая отходит у нижнего края короткой приводящей мышцы. И третья ниже длинной приводящей мышцы. Все три ветви прободают приводящей мышцы у места их прикрепления к бедренной кости и, выйдя на заднюю поверхность, кровоснабжает приводящие полуперепончатую полусухожильные мышцы, двуглавую мышцу бедра и кожу этой области. Нисходящая коленная артерия. Артерия Descendens Gengularis. Отходит от бедренной артерии в приводящем канале. Проходит на переднюю поверхность бедра через сухожильную щель большой приводящей мышцы, вместе с подкожным нервом. Затем спускается к коленному суставу, где принимают участие в образовании коленной суставной сети. Спасибо за внимание. С вами был проект «Умный медик». Будь умным медиком. Развивайся вместе с нами. Видео создано при поддержке сайта meduniver.com